Дайджест недвижимости Средние ипотечные ставки в России в первом квартале снизились до 11,8% годовых, сообщает Центробанк. По консервативным оценкам экспертов, рост ипотечного рынка в этом году составит от 10 до 15%. Планируется, что будет выдано более миллиона ипотечных кредитов на сумму в 1,8 трлн рублей. Дайджест недвижимости Мэрия организует публичные слушания по вопросу строительства торгового комплекса в чистых прудах. Они состоятся в среду, 10 мая. Речь об участке на улице Ивана Попова. Новое здание может появиться между домами Попова-64 и Чистопрудненская-12. Участники слушаний обсудят возможности использования земли для объектов торговли. В это понятие включаются торговые центры или торгово-развлекательные комплексы. Начало слушаний в 16 часов. Место проведения – кабинет номер 300 здания администрации Кирова. Это Воровского, 39. Дайджест недвижимости В Кирове утвердили участки, пригодные для размещения детских и спортивных площадок и парковок. Они расположены в микрорайонах и кварталах существующей жилой застройки. В Ленинском районе города в перечень вошли 42 земельных участка, в Первомайском районе – 30, в Октябрьском районе – 54, в Нововятском – 13. Как отмечается в постановлении на сайте мэрии, перечень земельных участков является открытым и будет дополняться. В этом году Кировская область получит на условиях софинансирования 286 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Городская среда», напоминает «Девятка.ру». 70% от этой суммы направят на благоустройство дворов. Те дворы, которые войдут в программу на этот год, станут известны до 25 мая. В общей сложности кировчане подали 140 заявок. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.